Микс Ньюс Добрый день, это программа «Разворот». Сегодня её проведу я, Анастасия Смоловская. В гостях по Зуму у нас первый премьер-министр Латвии после восстановления независимости, также предприниматель, как сам он любит себя называть, пенсионер Ивар Годманис. Здравствуйте. Я тоже не предприниматель, я преподаватель. Преподаватель, это правда. В общем, о всех сферах вашей жизни сегодня попробуем поговорить. И, конечно же, в контексте наших сегодняшних реалий, в том числе, когда экономический опыт тоже очень даже пригодится, и о нём мы тоже поговорим. Но, в общем-то, нельзя обойти тему 4 мая. Конечно, вчера мы 30 лет праздновали со дня восстановления независимости. Тихо, мирно, не так, как обычно это принято было делать. Как вы этот день отметили, если отмечали как-то? Дома, в круглой семье. В общем, как? Я нигде не участвовал, особенно ни в каких программах. Я сидел просто дома в круглой семье, мы посидели, подумали. Что было 30 лет, я рассказала некоторые эпизоды, которые явно неизвестны широкой публике. Посидели, подумали, всё, хорошая погода. И закончилось скромно. Ну, вот 30 лет прошло, и сегодня в наши дни, многие, кстати, вспоминают вот эти чувства атмаду и то сплочение, которое было тогда, и переносят его на сегодняшние дни, на сегодняшние реалии в контексте той же пандемии и коронавируса. Как вы считаете, что вы об этом можете сказать? Действительно ли такой дух есть, когда идёт какое-то сплочение изначально, и все готовы друг другу помочь, и уже не задаются вопросы, кто прав, кто виноват, а просто надо что-то делать для того, чтобы как-то вместе перебороть эту ситуацию? Ну, я, во-первых, думаю, что за 30 лет наше общество очень сильно продвинулось в отношениях, в демократическом смысле, даже отношениях между людьми. И фактически выросло уже новое поколение, которое уже, ну, воспитано немножко в других, может быть, условиях, в том числе соблюдение как законов, так и соблюдения правил. И я смотрю, что люди очень, ну, прислушиваются к мнению специалистов, мало таких самознаек, которые думают, что они все сами всё знают, и поэтому я думаю, что на более высоком уровне это мнение, я думаю, по отношению, как перебороть этот кризис, потому что есть дисциплина, есть соблюдение, я смотрю, во всех тех даже предприятиях, которые работают всё время, они тоже соблюдают все, значит, указания специалистов. Правительство очень правильно, грамотно поступает, значит, по, значит, ну, предложениям именно специалистов, инфекционологов. Я думаю, что поэтому мы, ну, дай Бог, мы этот результат положительный видим на данный момент по числу заболеваний и также по числу, скажем, ну, даже и трагических смертей и тому подобное. Так что, ну, всё развивается за 30 лет, я думаю, что это вот такое проявление более цивилизованно, более собрано, более осознанно. Это проявляется сейчас, я так думаю. Вот Вы сказали про разведение. И так же и помощь людям, я смотрю, много добровольцев, особенно самоотверженно работают люди, которые в медицине, я думаю, так же и в продаже, те, которые, значит, ну, продолжают работать, потому что, ну, есть профессии, которые, по-видимому, я думаю, одно сейчас изменится, я думаю, что, дай Бог пережить нам этот кризис, я думаю, что изменится ранг, ранг, то есть значимость профессий. Очень высоко поднимутся врачи, ещё серьезно высоко. За ними последуют, я думаю, учителя, за ними последуют, по-видимому, также и все, которые обеспечивают нас безопасность, я думаю, полиция, то есть те профессии, которые жизненно важны, те профессии, которые тоже важны, но я бы сказал, они как бы более-менее, ну, не на прямой линии находятся, не на прямом фронте. Я думаю, что у них отдельный вес уменьшится, потому что жизнь в таких спокойных условиях как бы меняет эту пропорцию, когда на первый ход выходит спорт с огромными деньгами, с огромными, не соизмеримыми. Я думаю, что это изменится, это изменится. Мне кажется, будет пересматривать все эти отношения к профессиям, и поэтому я думаю, что те профессии, которые обеспечивают жизневажные сферы, они очень сильно поднимутся не только в престиже, а также в поддержке материального обеспечения со стороны государства и других учреждений. Вы упомянули, сейчас вернемся и к теме профессий в том числе, интересно с вами именно в этом поговорить, ну и вот вы упомянули про демократию, которая воспиталась в нас и которая развивалась на протяжении 30 лет, и вы об этом уже неоднократно говорили, что демократия действительно уровень демократии, мы демократически воспитывались и воспитываемся и очень хорошо развиваемся. Если сравнить тогда и сейчас, что можно сказать, какие вы именно ключевые моменты видеть в проявлении демократии, которыми пользуются? Ну, во-первых, я думаю, что люди более, ну, они, я бы сказал, во-первых, по-видимому, больше, там две вещи в демократии, первое, это более такое свободное отношение, свободное в положительном смысле, к вещам, к понятиям, что никто вас не может заставить, никто вас не может заставить думать в каком-то в одном направлении, есть достаточно многообразных взглядов, которые, в конце концов, вырабатывают какую-то точку зрения, которая глобальна и, наверное, правильна, чистая диалектика. И второе, демократическое отношение между людьми, более вежливость, более, значит, я думаю, учтивость, больше, значит, учитывается мнение, отношение к людям. Эти две основные черты демократии, они очень важны, поскольку они выставляют, как говорят, костяк, костяк жизни, моральный костяк. Но мы пользуемся всеми, всеми рычагами демократии, как это, например, происходит во Франции или в других странах, или есть что-то, что мы бы могли активнее использовать как общество? Я думаю, что общество само принимает решения. когда, значит, слои общества в каких формах они хотят проявить себя. И я не думаю, что у нас какие-то ограничения по сравнению с Францией явно нет. Я бы сказал наоборот. У Франции как-то исторически очень жесткое отношение со стороны, значит, именно иногда. Вы даже видите в телевидении, очень жестко реагируют. Но не мне судить, я каждый думаю, что демократия все равно не под копировку, немножко она различается в странах. Чисто исторически и чисто по идентичности новогольской национальной характеристики. Но все равно главные черты едины, поэтому я не думаю, что есть какое-то специальное неиспользование каких-то черт демократии в Латвии, я об этом не думаю. Я имела в виду со стороны общества, когда люди, мы знаем, что если что-то не нравится, например, во Франции, то в момент люди выходят и говорят о том, что нам не нравится это, это и это. Мы, возможно, можем там в социальных сетях поговорить об этом, покритиковать, но, в общем-то, выше иногда и не доносятся, что вот здесь не нравится, вот так не нравится, вот это, возможно, было не очень правильное решение. Не, ну я имею в виду, насколько это реакция потом, что это дает. Вы можете, конечно, очень резко реагировать, выходить, протестовать и тому подобное, но все равно надо ведь подумать, будет ли достигнута цель того, что вы добиваетесь. Ну, допустим, Франции. Там все началось, если вы в курсе, с двух вещей. Они очень сильно дергали, значит, пенсионный возраст. В начале Саркозы поднял его до 62 лет. Потом пришел Холан, президент-социалист, который опустил его на 60 лет, 62 уменьшил. А вот сейчас правительство Матрону сказало, что мы не можем иметь там более чем очень большое количество разных вариантов выхода на пенсии, начиная с 40 лет, кончая там 60, и что надо в единую систему, и в конце концов, значит, выходить на единую, ну, на одиный срок пенсионный. Потому что общество не способно так быстро уходить на пенсию. Ну, протесты с этого начались. Добавились к тому, что правительство Франции приняло решение о повышении акциз на бензин, идеи, как бы, защиты от окружающей среды, окружающей среды защиты, и к тому же еще вопрос был о том, немножко боджакный, наверное, вариант. Что это? И люди начали протестовать, потому что очень много едут на машины, в том числе, не только в Париже, но и там, они далеко довольно-таки на работу ехали. Они выходили очень много раз. Помните движение «Желтая жилета»? К сожалению, очень сильно радикализовывали, часто радикализировались, большие были там стычки, если помните. В конце концов, насколько мне известно, они все же проголосовали за экономические, ну, нельзя принять другое решение, они вышли на эту единую систему, и парламент Национальной Ассамблеи Франции проголосовал. Они отменили повышение акциза, отменили. Возьмем Россию, в России тоже ситуация, если вы так следите за российским ситуацией, когда правительство Медведева ушло, ну, можно сказать, есть разные причины, если смотреть экономически, они подняли НДС, это существенно, они подняли НДС до нашего уровня, 21%, и одновременно продлили срок пенсионного, ну, то есть, срок пенсионного, правда, президент пытался как-то это, ну, смягчить, но это тоже экономически вынужденные меры, несмотря на протесты, которые, ну, и в России там прозвучали некоторые собственные средства, есть такие экономические вещи, которые не можете просто протестами отменить, потому что тогда вы еще ухудшите ситуацию. Так что насчет реакции, да, каждый реагирует, поэтому я думаю, что очень важно, так, есть одна причина очень существенная, она очень существенная, об этом говорят это Нобелевские лауреаты и подобной экономики. Эта модель капитализма каким-то образом ввиду глобализации, ввиду, значит, глобализации в полном смысле слова, не только, скажем, интернета, платформ, но также концентрации капитала, она выводит на такую вещь, которая пишется в документах, в том числе и в комиссии уже несколько лет, что повышается разница между очень-очень богатыми и остальными, и этот процент очень-очень богатых становится все меньше, а, значит, ну, процент, ну, как бы всей богатости у них увеличивается, и никак не удается найти лекарства ввиду, скажем, налоговой системы, что хотел сделать Олан во Франции, когда он хотел ввести, значит, 75% налога на тех, которые зарабатывают больше миллиона. Помните, Депабье, все они убежали из Франции. В конце концов, ну, не прошло, суд конституционно отменил это решение, и не находится какой-то вариант, как бы поддержать средний слой. Все время это глобализация, ну, интернализация, все приводит к тому, что концентрация, и это рискованно, и, в конце концов, если вы следите, следили серьезно за жилетами желтыми, в конце концов, это выливалось уже в такое отношение, что в конце концов, как так может быть, что мы все работаем, а все меньше и меньше число людей становится неимоверно богатым, и они имеют очень большое непрофессиональное влияние на вещи, это неправильно. Но вопрос в том, что найти лекарства к этому пока не удалось, и чтобы было очень плохо, если в результате выхода из кризиса, который сейчас очень сильно изменит экономическую ситуацию, хотелось бы об этом сказать, но это более сложный разговор, но, в конце концов, что из кризиса, если еще добавить, 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 из кризиса кто-то еще выйдет более богатым, а большая часть стали более бедными, ну, тогда результат по отношению к этой модели катаризма еще ухудшится, и тогда мы можем почувствовать реакцию общества более резкой и более, ну, как бы сказать, политической, которая может привести к разным результатам выборов и тому подобное. Вы сказали, что... Я закончу, смотрите, оба кандидата, которые не прошли, Сандерс в Америке, если вы следили за его программой, который сейчас только отступил в пользу Байдена, или, скажем, бывший лидер лебористов, который проиграл и сейчас ушел Джереми Корпан, если вы посмотрите их программу. Это существенный поворот, я бы сказал, как это называется, не в соци... нет даже в социодемократии, а более в социалистическое такое направление. Вы сказали, что глобально вот это лекарство для того, чтобы помочь этому среднему слою и уменьшить этот разрыв не существует. Что можно сделать, как говорится, на местах, в маленьких... Все же начинается, наверное, с каких-то маленьких обществ. Как вы считаете, что в Латвии можно было бы сделать и как у нас с этим разрывом? В Латвии первые шаги были сделаны, я думаю, в конце концов, когда... Ведь почему мы не сразу ввели пропорциональный, значит, налог, ну, называемый пропорциональный, прогрессивный налог? Потому что вначале ввести прогрессивный налог, ну, как бы не с чего взять. Можете ставить 45% как в Германии, там, 35% и тому подобное, налог на прибыль, но если компания, если предприятие недостаточно имеет свой бизнес, вы получите реакцию. Или черную экономику, даже не... настоящий черный автор. Не серый. Да. Но со временем, с улучшением ситуации, я смотрю, мы где-то сейчас на уровне 37-41 месте в мире по баловому продукту населения, 37-38 по валютному фонду. Остаем от соседей, конечно, к сожалению, но 15%, очень много от литовцев, если взять на человека. И видите, в чем проблема? Я думаю, что уже пришло время раздвигать налоговые ножницы. Это вы уже видели. Это уже сделало правительство, скажем, Кучинского, когда первый раз налог на подоходный разделился от 20-23-31. Реакция была, как вы видите, более отрицательной, чем положительной. Всякие изменения, они чреватые протестом, но я думаю, что это первый шаг. Второй шаг, то, что тоже сейчас делается всяким способом поднимается вниз. Минимальная зарплата, минимальная, скажем, 400 у нас 30, потому что в Эстонии уже больше минимально. Вы поднимаете все время ну, как бы низ, поднимаете, тем более малоимущие людей вверх, потому что нет другого варианта. уменьшайте их, скажем, обузу оплаты налогов и тому подобное. Это то, что может сделать правительство. что может сделать с самым предприятием? Ну, там есть другой вариант, что если у вас предприятие действительно как в Германии, где собственников сотни тысяч как Мерседес, когда все не принадлежит одному, в Латвии, если возьмете частное предприятие, увидите, что контрольный пакет одного-двух собственников, и поэтому решение сколько прибыль брать в себе, сколько дивидендов выбирать, принимается в очень, как сказать, малочисленном количестве. А если у вас сотни тысяч собственников, тогда более-менее не так идет вариант, что надо прибыль изымать, что надо все же оставлять прибыль предприятия, которые, естественно, дают возможность развиваться, более большие зарплаты платить, а не просто выбирать дивиденды собственникам и, скажем, на расходы участия. Там нет таких, на данный момент могу сказать одно, что нет таких лекарств, даже если возьмете из Швеции, Швеция, которая всегда говорила, что пример социодемократического боли отношения, вы увидите данные из Швеции, что собственность, то есть богатость где-то в руках десяти, не более, чем десяти семей, я назову Валенберг, это СЭП-банк, возьму, скажем, тот же Икеа-собственник, это единственный, единоличный собственник, как-то это все концентрируется, не дисциплируется. Но мы учимся чему-то за вот это время, что прошло, за десятилетия, когда у нас не было ничего и строилось все по-новому, и надо было придумывать свой велосипед для того, чтобы как-то ехать. Мы чему-то учимся, чтобы сейчас-то использовать? Или каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, приходят одни, переделывают, как вы упомянули, Кучинский, следующим это не нравится, говорят, все будем переделывать, переделываем и так шаг за шагом? Во-первых, должен сказать, что никто еще ничего там очень много не переделал насчет налоговой реформы. То есть это было еще не сильно? Это просто я хочу посмотреть, какие будут реальные шаги. По крайней мере, то, что говорит премьер, они хотят действительно как-то еще эти ножницы раздвинуть. Как им это получится, посмотрим. Что касается учиться, надо, во-первых, грабли разные. Кто бы мог знать, что эти грабли будут COVID-пандемия. Понимаете, каждые грабли, которые в капитализме, в этой системе, кризис, они непредсказуемы в том смысле, что, к сожалению, нельзя предсказать две вещи. Во-первых, три вещи. Через какое время кризис придет? Второе. Нельзя сказать, насколько глубоко будет влияние. и третье. А какова же будет причина, личная причина? Смотрите, сейчас причина у нас серьезная. Есть пандемия, которая тормозит с обоих сторон вещи. Во-первых, тормозит тех, которые что-то производят. И нет возможности производить ни продуктов, ни услуг, потому что закрыт. Ну, закрыт, нельзя выходить. Не во всех смыслах, но это тормозит. И второе, со второй стороны экономической, нет потребительского такого спроса, потому что люди покупают первоочередные продукты, они не будут покупать долгосрочные продукты. Еще долгое время. Ну, какое долгое время мы смотрим? И проблема получается, что вот такой кризис, но он лучше 2008-2009 года, кризис. Почему он лучше? Потому что нету каких-то страшных долгов, задолженностей, нет ситуаций, которые друг к другу должны, и все эти деньги куда-то ушли, или на постройку ненужных новых каких-то домов, которые нельзя оплатить, или на покупку каких-то непонятных бумаг, особенно в Америке, которые продавались чисто спекулятивно. Этого нет, нет такой какой-то задолженности. Но как выйти из этого кризиса опять специфически. Поэтому учеба, учеба, она не такая простая, как в школе, когда вам известная программа, вы идете первый класс, второй, третий, девятый, десятый, двенадцатый. Такого не может быть. Вам приходится учиться на ходу, это первое. И второе, у нас государство маленькое, открытая экономика. Экспорт, импорт составляют более 60%, 69, но это меньше в Эстонии, в Эстонии 80 с лишним, в Литве 70 с лишним. Почему в Литве больше? Потому что любой бензин, который вы наливаете в свою машину, это из мажорка. Представляете, какой там экспортный вариант. У нас нет своего бензина, весь бензин из Литвы, так что когда у вас такой процент для маленького государства, это характерно, значит, экспорт и импорт, вы очень сильно зависите от мира. Как у вас такое большое государство, так скажем, Россия или Польша, много у вас людей, у вас внутренний рынок может каким-то образом скомпенсировать те, которые изменения, которые идут за пределы. Мы это сделать не можем, поэтому нам вот эти удары, они более чувствительны. Ну, ничего поделать, мы себя так просто не перестроим, так что придется на ходу учиться. Я думаю, что учеба происходит все время на ходу. Вопрос только, насколько мы своевременно подготавливаемся к этими кризисами. Но этот вопрос чисто из риск-менеджмента. Я читаю студентов риск-менеджмент, причем американский, потому что в Европе его практически нет, ну, как, скажем, курса для магистров. И если у нас более-менее в банках еще говорятся о финансовых рисках, регулятор смотрит, то для предприятий такого серьезного мульти-дименсионного риска вообще нет менеджмента. Там очень существенно. Вот что делать заблаговременно, если вам останавливаются, скажем, поставки сырья или у вас прерывается цепь реализации, у вас нет потребителей на данный момент. Что происходит, если у вас останавливается предприятие по каким-то другим причинам, в том числе и по пандемии, ну, скажем, как катастрофальный. И начало с 2008 года, особенно в Штатах, в Америке, они очень сильно работали, как этот риск менеджмент, многообразный риск менеджмент, как там расписать таким образом, какие параметры должны быть просматриваться, какие-то параметры предупреждения, какие решения, на каком уровне, что принимает правление, что средний менеджмент, что он внизу делает, как друг друга поддерживают. Эта система после пандемии, особенно уверен, она войдет не только для банков, как обязательно. Ее придется принять и для предприятий, начиная с больших и кончая уже средних, по крайней мере, те, которые публично котируются в акции. Серьезная предоставительная работа. Да, есть стандарт, международный стандарт 531 тысяч, но он до сих пор, даже в Америке, он рекомендующий. Вы можете его не принять. Я, когда в Олайн-фарм короткое время работал, мы попытались внедрить его, хоть часть. И как? Вы видели, какие интересные проблемы проявляются? Но это так, к слову. Бывший премьер-министр Латвии Игорь Годманинс, у нас в студии есть звонки, начнем их принимать. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Коротко попрошу задать вопрос, чтобы успели... Коротко, значит так, вот производство сахара, это второе по рентабельности в мире, значит, предприятия. В связи с этим три вопроса к вам, Игорь Годманин, господин. Почему вы допустили разорение промышленности сахарной в Латвии? Второе, доверенные мне люди работали в Европе на уборке сахарной свекли, видели, как вы раздавали деньги, наличные, с чемоданчика. Вот, есть подозрение, что вы заводы там сами построили. И третье, почему вы сейчас не боретесь и не призываете восстановить сахарную промышленность, плюнуть, как Польша делает на Евросоюз, делает все, как она сама хочет. Спасибо. Нет никаких чемоданчиков, нет никаких заводов. Спросите хоть у моей жены, что такого нет, никогда не было. Не знаю, кто эту кривоту на меня несет. Насчет сахара можно сказать следующее. Да, пока сахар не поступил в Европу, который, значит, производится сахаром от Ростника, до тех пор Европа производила сахар из сахарной свекли. Но когда, значит, открыли границы, сахар поступил, значит, сахарного от Ростника, который вообще сорняк, вы даже ничего не должны там садить практически. Европа сняла субсидии на производство сахара. Очень много государств отказались от производства. Также в числе Эстонии, Латвии, очень много европейских. Потому что вы не можете конкурировать с сахаром, который возится из стран, где себестоимость сахара 5-6 раз меньше. Это первое. Поэтому в Европе больше нет сахарных субсидий. Что касается промышленности, ну да, промышленность у нас желательно все же каким-то образом процент промышленности повышать. По крайней мере, мы никогда не будем производить большого размера, Но в среднем, низшем размере, я думаю, что то, что и делается, если вы посмотрите наши предприятия, они каждый занимает свою нишу, в этой нише они более-менее свое место вырабатывают и имеют как бы свое место в этом производственном цикле. Вот, так бы я ответил. А на клевету вы можете звонить, сколько хотите, но на меня это не влияет. Как хотите, звоните. По поводу производительности и производства в Латвии, это тоже один из вопросов, которые существуют, и если так опять мостик на 30 лет назад отбросить, что когда все по новой строили, что можно было бы оставить, понятно, что история не терпится слагательного наклонения, но все же, что можно было бы оставить, сохранить, для того, чтобы сейчас по новой не строить? Не, надо понять одну вещь, никто специально, в том числе, не я, никто, мы никогда в жизни не ставили вопрос, что каким-то образом закрывать промышленные салаты, это никогда такого не было, установки нигде. Пытались мы, значит, сохранить предприятие по максимуму, но поскольку мы являлись частью одной большой страны, которая имеет общий рынок, СССР, общие поставки, общая реализация по фиксированной цене, очень сильная кооперация, допустим, РАФ, который произвел микроавтобусы, на месте у нас фактически были только, мы собирали РАФ. Значит, мотор приходил из газа, из верховского завода, можно, шины приходили, кстати, из Армении, остались только несколько прессов, которые могли делать эти корпуса, и если вы, значит, уходите с этой общего механизма, как одной страны, вы попадаете в другую ситуацию. То же самое, если мы возьмем, допустим, ВЭП, ВЭП тоже работал очень сильно в рамках СССР, мы пытались ВЭП каким-то образом удержать, но проблема в том, что конкуренция уже всемирная по цифрам предприятиям, по цифрам моим устройством было настолько сильное, что ВЭП, оставаясь на аналоговом производстве, не удалось конкуренцию выдержать. И надо еще отчитывать, что эти предприятия в Советском Союзе были масштаба союзного, и союзные предприятия, они строились с поддержкой большого государства, правительства СССР, а латвийское государство, когда мы становились независимостью, у нас практически таких средств поддержки, таких больших предприятий никогда и не было, и сейчас нет. Как видите, так только где-то кризис даже в последнее время у нас возникал, скажем, Лепайс Металлоркс или в некоторых предприятиях из объективных причин, потому что производство металла в Европе в мире всем известно. Европа нуждается только одной четверти металла, того, что она производит, и поэтому запретие этих предприятий обречено, но правительство Латвии не имеет таких средств, поэтому сейчас последние действия по поддержке Air Baltic Капитали и также по нашему опорту они очень существенны, которые даст возможность надеяться удержать наше предприятие на плаву. Вопросы очень сложные, их нельзя решать такими простыми я бы сказал плакатными заявлениями. Хотелось бы поговорить немножко о чем-то другом. Вот я о другом. о вашем руководстве, что как раз о другом. Понимаешь, люди моего возраста постарше вас будут тут звонить по 150 раз, что люди моего возраста они привыкли жить в социализме там в свое молодое время, и тогда мы были молодые, и всем казалось все хорошо, и изменить их практически невозможно. Не, нет, ну изменить невозможно. Хотелось бы в нашей ситуации, где мы сейчас находимся. о будущем вы упомянули уже кризис, который ждет нас, который сложно представить, и как он куда поведет, и как с ним бороться, как его преодолевать. А печально тоже, стоп, 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 не надо, не надо, не надо опять все молевать черным свете. Ну не надо, не надо, не так уж, не так уж. Вы видите, если вы смотрите по World, как называется, World Barometer, да, есть, значит, статистическая, значит, интернетовская, значит, страница, где у вас каждый день дается информация о пандемии во всех странах мира. И там есть числа заболеваний, есть числа, ну, смертей, и все подобное. Как видите, большинство, в подавляющем большинстве государств по чисто показаниям пик проходит. Да и у нас тоже сегодня. И что я вам хочу сказать, почему все правительства, в том числе и наши, значит, разрабатывают планы по выходу из кризиса и по выходу стимуляции именно выхода из кризиса. Потому что план практически более ясен, что, к сожалению, по-видимому, до выработки вакцины и также до выработки лекарств, это две разные вещи вакцины, лекарства. Лекарства помогляли бы увеличивать, а вакцина предупреждала бы заболевание этим вирусом. По-видимому, какой-то уровень заболевания останется. Вопрос на каком уровне он приемлен социально-морально приемлем уровень. И поэтому каждый из государств оценивает, по-видимому, оценивает эти уровни. Ну, на каком-то европейском уровне тоже будут какие-то соглашения и экономика запускается. Больше. Должен сказать, что даже в пике заболеваний очень много предприятий работало. Но все равно экономика, особенно в детстве, самые чувствительные вопросы, это вопросы обслуги. Где вы даете услуги, ваш бизнес-услуги, не производство? Там очень много рабочих мест, там очень много людей, и, конечно, если вы закрываете бизнес-услуг, он очень сильно бьет по большому количеству людей. Это и отели, это, можно сказать, транспорт, многие всякие вещи. Поэтому экономика отпускается, она будет отпускаться, потом будет фиксироваться, какой, если второй всплеск, третий всплеск заболеваний, если он не будет очень большой, то экономика будет жить совместно с вирусом. Если он будет более высокий, по-видимому, опять будут какие-то процессы закрывания, потом опять открывания. Там нет другого альтернативы. В жизни такого никогда не было, чтобы пандемия, даже 18-го года, когда они поняли, что такое грипп, потому что грипп только в 30-х годах американцы, как бы определили, что это вирус, даже тогда ведь никогда не останавливались вещи, которые, ну, они и жизнь важны. Так что я не думаю, что надо молевать все чарным светом. То, что сейчас мы видим по миру, мы видим очень ясно, никто никаких новых вещей не придумывают. Вся помощь идет по двум направлениям. Идет помощь предпринимательству и людям. Процент, примерно две трети предпринимательства в виде кредитов, в виде гарантий на кредитах, и одна треть, одна четверть идет прямо выплатом людям. Разве в том, что предприниматели получают кредиты или гарантии на кредиты, люди получают деньги, не кредиты. Это происходит везде, начиная от Америки, Германии, Франции, Италии, Латвии, Балтийских стран. В чем здесь разница? В чем здесь разница? Разница, конечно, я бы сказал, в размерах и масштабах, поскольку страны очень-очень-очень разные. есть смысл оценивать их по параметрам таким образом. Вы берете валовый продукт, какой валовый продукт, и смотрите валовый продукт на одного человека или смотрите, скажем, бюджет или бюджет на одного человека. Тут получается такая история, которая меня лично настораживает. Мы живем в Европейском Союзе, и в Европейском Союзе объявил четыре программы помощи. Первая помощь это 37 миллиардов 13 марта, которая идет в основном для медицины, идет на самые важные вещи, расходная часть, где Европейская комиссия берет деньги из бюджета этого года и меняет расходные части. И часть структурных фондов тоже не выплачивает, берет концентрацию в эти 37 миллиардов. Потом вторая помощь, которые договорились, это 100 миллиардов, которые, я не знаю, но сейчас должна заработать, это немецкая схема 2008 года. Это называется программа Шуар. Шуар это программа, когда поддержка идет частичного, частичного времени работы. То есть вы работали, как в Германии в 2008 году кризис, вы работали только один час, а вам платили, якобы вы работаете восемь часов, в том числе и все социальные налоги по восьми часам, хотя вы, возможности имели работать один-два часа. Почему это делалось? Потому что удержать людей, специалистов на предприятии. На это, эту систему, которую Европейский Союз тоже принял, в том числе и руководители правительства, это 100 миллиардов. И, значит, комиссия, комиссия эти 100 миллиардов берет, каким образом правительство все гарантирует, комиссия берет на финансовом рынке эти деньги. И каждый из государств может идти пытаться получить свою часть для поддержки тех, которые сейчас не заняты на полное время. Но надо сказать, что, естественно, это кредит, это не просто расходная часть. И что могу сказать, что здесь, к сожалению, деньги не помечены. Нет какого-то нашего процента, как структурных фондов. Все стоят в очереди и говорят с комиссией. Ну, если Германия, Латвия стоят в одной очереди, не очень большой шанс, то мы можем там много получать. Третий механизм, который был для Греции создан, ну, не создан, но работал в Греции, помощь Греции, стабилизованный механизм, который тоже кредиты предпринимает государством, участницам, и там, значит, размер 500 миллиардов, немножко меньше. 2% от валового продукта Европы в целом. И там каждый государство тоже может обратиться за кредитом, но не более чем 2% от валового продукта каждого государства. Вот эти те механизмы, в том числе Центральный банк еще объявляет, что он будет, значит, покупать вторичным линком обязательства, печатать деньги. Эти те европейские мероприятия. Но тут возникает проблема. По-моему, этих мероприятий государство уже начиналось с начала марта независимо от европейских шагов шли на свои программы спасения. Все. И тут есть такая штука. Если посмотрите бальтийские государства, что механизм у нас очень схож. Если у нас, скажем, 2,6 миллиарда, которые Рейер сказал реальным, и 1,5 в резерве, который тоже используется в отчасти для кредитопредимательства, также для расходной части, из которых мы 437 уже к 25 третий зарезервировали, 100 миллионов на то, что они уходят на работу, и тому подобное, то мы здесь схожи с балтийским государством. Наши деньги, которые мы занимаем на финансовом рынке, которые мы используем порядка, ну смотрите, это порядка где-то 8% максимум валового продукта, и где-то 20-25 продуктов от бюджета, четвертая часть этого бюджета. И все наши государства очень схожи, маленькие. Скажем, в Эстонии они платят тысячу, мы 700 максимум, скажем, за простойку, в Литве 555 евро, там нет таких существенных различий, но если возьмите большие государства, как Германия, как Франция, и Виталия, но в основном Германия, Франция, а мы используем одни и те же деньги, евро у нас в руках. Да. Они вышли совсем другими планами, они заняли, скажем, Германия независимо, с планом порядка 800 неполных миллиардов. А что значит 800 миллиардов, если они занимают, это два бюджета, два бюджета Германии. Франция занимает 1,6 бюджета годовых, Великобритании два бюджета. То есть если мы бы пропорционально, я не говорю официальных абсолютно, даже пропорционально бы занимали столько денег, сколько они занимают, и на разные вещи, также на кредиты предприятиям, также на выплаты просоединения населения, население предпринимателей. Подождите, тогда бы нам бы, если бы взяли по их масштабам, то нам надо было бы занять не как сейчас 4, а 20 миллиардов. И тут получается одна вещь. С одной стороны, хорошо, что мы это не делаем, потому что эти деньги все равно придется отдавать. И вряд ли мы тогда будем все остальное время делать, как отдавать деньги. Можно сказать, что деньги будут более дешевые, то что вырастут вырастут, и надо давать меньше. Но вопрос в том, что деньги одинаковые, хотя они напечатанные, хотя они занятые, но одинаковые. И если мы стоим, скажем, в магазине, у прилавки, и у вас 20 раз больше относительно денег, чем у меня, тогда вопрос возникает. А также вы можете позволить себе купить за более высокую цену. Эта система не урегулирована вначале. Она может дать очень большую брешь, очень большую, я бы сказал, нестабильность. Мы говорим с Зилом, он депутат парламента. Он полностью разделяет мое мнение. И что получается? Почему мы не можем больше занять? Если мы бы хотели больше занять, нам бы вряд ли больше дали. Потому что те, которые финансовые участники рынка, они более заинтересованы брать, одалживать в Германии скажем 700 миллиардов даже за очень маленькую маршу, но эта марша 700 миллиардов дает большие деньги этим финансовым участникам. И они не рискуют, потому что если что, они сразу закладывают этот долг в Центральный Банк Европы. А наш 1-2 миллиарда, хоть тоже небольшой процент, но он неконкурентно способен с этими большими суммами. И вот в конце концов может получиться, что у нас на данный момент у нас существенно меньше государственный долг, 30-40%, а там у них 80-90%, несмотря на это они получают больше заемов. И Европейский Союз устроен таким образом, что мы не можем напрямую правительству идти в Центральный Банк Европы и говорить дайте нам кредит. Нам надо. Это невозможно. Мы должны кредит брать на финансовом рынке, а Центральный Банк уже на вторичном рынке может брать наши облигации как залог или покупать. Но напрямую нельзя, потому что это сделано было так, когда не было пандемии. И чтобы не было так, чтобы Греция в свое время имела большой дефицит и шла только Центральный Банк и брала деньги. И тут получается вот такая ситуация. С одной стороны, я думаю, что если эта вещь не будет долгая, что все же вряд ли эти большие кредиты действительно будут использоваться, в том числе, которые вот сейчас как бы берется обязательство. Я не думаю, что их всех используют, но если это дело пойдет более длинно, то мы можем оказаться в ситуации, и чтобы вы поняли, почему Италия, скажем, очень сильно протестовала. очень мало времени у нас остается, если подытожить. Последнее я хочу сказать, потому что это вы никогда не передаете и вряд ли кто это поймет. Вот скажите нам. Потому что смотрите, то, что они не смогли договориться, они не смогли договориться насчет фонда санации, фонд спасения. Фонд спасения, первая идея была уже в 2009 году кризис, когда все государства гарантируют и фонд собирает 2 триллиона. Идея была 2 триллиона собрать денег под гарантией всех участников Евросоюза. А деньги из этого фонда получают или в виде заемок, или в виде субсидий не те, которые больше, и не те, которые, скажем, продают, те, которые больше пострадали в кризисе. И вот почему Германия и Голландия запротестовала этот план, который выдвинулся итальянцами. Уже Италия, несомненно, пострадала намного серьезнее, чем, скажем, другие. Но если это государство из этого фонда, из этих двух триллионов берет любимую часть, то это может повлиять на экономику как бы других стран. И тут мы получаемся в таком, ну, капкане. Эти большие, богатые государства занимают деньги самостоятельно больше, чем мы, а у нас одни и те же деньги. у нас надо только одно спросить, чтобы, если так, хорошо, то будьте добры, в следующий бюджетный период делаем так, что структурные фонды, все эти, которые выплаты идут маленьким государством увеличились. Не были они столько, мы сейчас 6 миллиардов получаем, но чтобы это увеличилось, потому что нет возможности занять столько, сколько занимает немецы, сколько занимает французы. У нас время совсем закончилось, будем продолжать мы говорить и о результатах того, о чем мы сегодня говорили, как это все будет выглядеть. Спасибо вам, бывший премьер-министр Латвии, преподаватель Годманис был у нас на прямой линии. Всего хорошего. Я добавлю, что программа была подготовлена в сотрудничестве с Apple в рамках общественного заказа, ее провела Анастасия Смоловская. Спасибо, всего хорошего. И болей. Мы знаем, вы слушайте.